Доброе утро! За окном как-то сыро, неприятно, состояние сонное. Короче, я быстро проснулась, начала готовить блинчики, перерыла весь дом. Оказалось, что вчера мы купили яйца, но забыли их забрать. Мы покупаем фрукты, овощи и яйца у мужчины из фургончика тут в нашем районе. Так что я по-быстрому сделала Захарчику бутерброд и мы с ним сбегали за яйцами. Хотите прикол? 11 часов, Игнат все еще спит. Обновила я, значит, сковородку Тефали. Я знаю, что есть много противников Тефлона, но я не могу себе отказать хотя бы для жарки блинчиков. И оказалось, что она не подходит к моей плите индукционной. И я еще тогда, когда мы переехали, для своего обычного набора кастрюль купила переходник. Онлайн на Allegro продается. По поводу теста для блинчиков идеальные пропорции я оставлю вам в инфобоксе. Это не мой рецепт, он из базы термомикса. Но ничего особенного, просто здесь как бы и встроенный миксер уже сразу. Так что я готовлю тесто здесь. Единственное, что растопленное масло, которое я изначально сделала, потом пока сбегала за яйцами, оно немножко свернулось в комочки. Так что у вас вот этого не будет. Но учитывайте то, что пропорции я даю для большой порции. Так что или для большой семьи, или на несколько раз. В общем, если у вас все еще не получаются вкусные, тоненькие, такие эластичные блинчики, то я иду к вам. А что ты кушаешь? Ммм, вкусная, наверное. Только что закончила снимать выпуск для Makeup.ua и покажу вам, как выглядит мое негламурное закулисье. Сейчас это уже не бьюти-комната, а моя мини-студия. Приехал Давид, расставил мне правильно освещение. И, честно говоря, каждый раз я боюсь, что я что-то забыла включить. Короче, здесь вот мой туалетный столик. И это то место, где я обычно крашусь. И здесь разложена косметика, которую я собираюсь показать в видео. Или, ну, бывает по-разному. Видите, всегда стоит вода. Ну, а дальше суровая реальность. Так как некуда было поставить вот эту лампу, она подсвечивает уголок с косметикой с одной стороны. И я думаю, что когда все откроют, я сменю коробку с возвратом из зары. Вещи отсюда нужно вернуть. Но я хотела бы просто что-то беленькое поставить. Я люблю, когда фон нейтральный, когда вот все не пестрит, не рябит в глазах. Ну, по-моему, в этой комнате по-другому не получится. Здесь возможный возврат микрофона, так как мы не можем с ним разобраться. Здесь я управляю камерой при помощи специальной программы на моем компьютере. И дальше бесконечные провода. Мне нужно очень много розеток. И также у некоторой техники слишком короткий кабель, поэтому я использую еще и отдельные удлинители. Это злосчастный микрофон, с которым мне нужно подъехать. Это свотчи после последнего выпуска. В этих коробках находятся или пиар-рассылки, или то, что я разложила по тематикам. И то, что я собираюсь снимать, чтобы потом не тратить на это все время. И у меня здесь вот два софтбокса и еще кольцевое освещение. Я решила не продавать свою камеру, на которую я долго снимала. Это Panasonic Lumix. Мы с Давидом передвинули диван под стенку. И сейчас вот так гораздо удобнее. Я раньше никогда не сидела здесь, ничего не монтировала. А теперь практически каждый день вот так в уголочке как-то уютно. Зачастую здесь стоит какой-то напиток. И вот так сижу и создаю видео для вас. А вешалку с вещами мы передвинули чуть дальше. И вообще-то я старалась здесь не хранить свои вещи. Но как-то они здесь собираются, собираются. И это нужно разгрузить. Мой фон для фоток нужно еще несколько докупить, потому что это очень удобно. И до сих пор моя система хранения проводов частично меня спасает. Потому что помимо того, что подключается и нужно мне постоянно, есть также еще бесконечные зарядки, какие-то аккумуляторы, рутер. И это все хранится вот в таком контейнере. И видите, провода я просунула через вот эту ручку, подключила, и хоть это не маячит. Чтобы не было темного угла во время съемки, я еще и эту лампу включаю. Короче, за электроэнергию мне тоже приходится платить много. При дневном освещении очень сложно снимать, поэтому практически всегда я закрываю окна при помощи вот этих ролет. Приехали на прогулку, и посмотрите, какие скалы находятся рядом с Краковом. А, кстати, из вот этой речки маленькой мы пьем воду. Ну, то есть городская вода отсюда. Блин, я так и знала. Игнат, как ты мог бросить маму? Я понимаю, а не а ты? Здесь также есть пешеходные и велосипедные трассы. И еще в этом месте находится католическая трасса. Вот паломники в определенное время собираются и идут от одной святыни к другой. Ух ты! Кто здесь? Приветики! Я? Нет. Зар, ты еще чистый по сравнению с Игнатом. Да я тут же тут. А нет, там. Можешь снять маску, Захар. Прежде чем я пойду умываться, хотела сказать вам несколько слов, или несколько сотен слов. Как получится, я могу так разболтаться. Я сегодня специально так накрасилась, именно для съемки, для образа. У меня здесь пучок. И, кстати, платье у меня из Алиэкспресс. Многим девчонкам понравилось. В инстаграме я выставляла фотографию. Очень приятный материал. Я не знаю, насколько он натуральный, на сколько процентов, но в нем вообще не жарко. Такое впечатление, что это лен. Ну, синтетику я здесь вообще никак не чувствую. И я заказала себе, по-моему, чуточку больше размер. Я точно напишу вам в инфобоксе. Видите, оно прям конкретно свободное. Но как раз на лето хорошо. И оно прикрывает колени. Это вообще такая находка. В общем, я сегодня утром проснулась с таким довольно странным настроением. Вообще, я пребывала в каком-то таком подвешенном состоянии на протяжении нескольких дней. Потому что, возможно, я сейчас зря это говорю. Но, короче, когда ты помогаешь близкому человеку, но, во всяком случае, это так у меня. Я делаю это бескорыстно. Мне кажется, это нормально. Помогать, поддерживать друг друга по возможности, конечно же. И когда ты это делаешь со своей стороны, вот от чистого сердца, а потом ты просишь о чем-то, выручи меня. И тем более человек располагает бесконечным, свободным временем на протяжении нескольких месяцев. И человек себе говорит, а как бы мне это финансово невыгодно. Если ты мне не заплатишь, причем по рыночным ценам, то я этого делать не стану. Sorry. Возможно, это тоже как бы можно понять, но как-то в моей голове это не укладывается. Потому что для меня близкий человек – это какая-то родственная душа. Это, ну не знаю, это все равно, что сказать мужу там. Я не знаю, я не буду гладить тебе рубашки, если ты мне за это не заплатишь. Близкий человек, наверное, для меня это просто какое-то другое понятие. Возможно, меня по-другому воспитывали. Речь сейчас не идет о Томаке, что он там ожидает от меня какой-то оплаты. Но в жизни есть разные близкие люди. И я как-то, не знаю, долго не могла переварить это. В прошлом году как раз в такое время произошла совершенно другая ситуация. Но тоже было такое осознание, что, по-моему, мной вот так очень нагло пользуются. И это очень обидно, это очень неприятно. Но потом вот новость, которую я ждала очень долго – это то, что 6-го числа открывают садики. И не то, чтобы там я вообще устала от своих детей, заберите их от меня. Но реально они были с нами все это время, нам никто не помогал с детьми. И те, кто занимаются бытом и сидят с детками, занимаются с ними дома. Мамочки, да, огромное вам уважение. И мне кажется, что это нечестно еще требовать от женщины, чтобы она там и себя обеспечивала. И 3-е, 5-е, 10-е – это очень серьезный труд. Это требует очень много времени. Вот. И готовка, бесконечное планирование, также покупок. Это все занимает очень много времени. Как видите, я стараюсь и снимать видео, и, например, монтаж занимает там, ну, часов 5, наверное, минимум. Конечно, это зависит от количества материалов и от сложности ролика. Но когда отдельно еще снимаешь там нанесение чего-то, я сейчас говорю, например, о мейкапе, как я снимаю битву брендов, и потом это все собираю, музыку подбираю, все правильные надписи, все нужно проверить. Ну, в общем, переписка с партнерами и все остальное – это занимает время. Я не говорю, что это суперсложный труд, но по времени это как бы очень-очень много. И этого времени у меня катастрофически не хватало. То есть я делала это сейчас по ночам, как в старые добрые времена, когда дети не ходили в детский сад, были слишком маленькими. Вот. И сейчас они очень много едят. Больше, чем раньше, еще дома и дома. Поэтому в больших количествах это все готовишь. Также полники я стараюсь там сама делать им, и за свежей выпечкой не набегаешься. Так что стараюсь их чем-то баловать. Конечно, можно от чего-то там отказаться. И, как видите, я готовлю и простую еду, и что-то поинтереснее по настроению. Ну, короче, я рада, что они возвращаются в садик, потому что социальная жизнь каждого человека очень важна. И я вот недавно встретилась в парке с моей Настей. Мы гуляли на улице, мы с ней не виделись месяца два, наверное. И я тоже соскучилась за людьми из моего окружения, не только за моей семьей. Как правильно там говорится, вы постоянно меня исправляете. Но сейчас вот так чисто от сердца вам говорю, что все-таки у каждого должен быть еще и свой круг общения, чтобы немножко как-то развеяться. Томак, например, не будет со мной болтать там на какие-то темы, которые интересны только девочкам. Вот так что я так рада была встретить Настю. Я так отдохнула морально. Я так развеялась. Со мной были дети там. Ну, вот как-то так, да. Ей все равно. То есть встречаемся, так встречаемся. Я думаю, что вскоре она к нам тоже приедет. Слушайте, ко мне приехала посылка от бренда You. Если вы замечали, наверняка замечали, у меня на раковине здесь всегда стоит такой дозатор для мыла. Там находится кухонное мыло, и он тоже от бренда You. Мне очень нравятся их упаковки. Вот ребята заметили, что я пользуюсь их продукцией, и сейчас они появились в Украине. Это абсолютно не реклама. Когда я что-то вам показываю, там рассказываю, и это спонсированный контент, такая информация есть в инфобоксе. Я просто решила с вами поделиться, потому что это классная польская марка, у них хорошие составы. И вот теперь у меня есть такое кухонное мыло. У них интересные отдушки, прям не банальные, часто натуральные, но не травка-муравка. Вот, например, имбирь и сандаловое дерево. Это просто мыло для рук. Так что спасибо огромное. И они не раздражают, они никак не пересушивают. Вот, и оказывается, у них сейчас вышло много разных средств. В том числе я видела, что у них есть и какие-то там препараты для чистки окон, то есть для быта. Я докуплю обязательно, и потом поделюсь с вами. Но упаковки, это вообще, это просто такой кайф. Я очень-очень люблю, когда что-то красиво выглядит. Недавно Томик пил пиво, и я говорю, боже, какая красивая упаковка. Я ходила ухала-ахала вокруг нее. Потом покажу вам еще овсяное молоко. Мне тоже очень понравилось. Прям я рассматривала его с каждой стороны. Очень круто. Я вам говорила, что я занималась упаковкой, поэтому тоже рассматриваю и шрифт, и как все выглядит. Это прям вообще моя тема. Очень красиво. Браво! Также сегодня планирую воспользоваться вот этим баттером для тела. Что это за аромат? Обычно у меня все по-польски написано. Это, наверное, упаковки на экспорт. Питательное масло для тела. 98% натурального происхождения. Это кто такой? Морж. Очень прикольно. Ой, это так вкусно пахнет. То, от чего я кайфовала. Сейчас. От крема для рук, от его аромата. Он очень легкий. То есть не настолько, вы знаете, плотный. Мне сейчас нравятся такие текстуры. И пахнет он мятой и чаем. Вот таким настоящим чаем. Не каким-то химозным, а вот реально чаем. Я даже дала понюхать Томику. Говорю, чем пахнет. Он сразу укатал. Боже мой. Я очень люблю вкусный ароматный чай. Но только не те, которые просто там приправлены чем-то искусственным. Вот просто отдушка чая. Класс. И также, недавно ко мне приехала посылка, которую я не ожидала получить. Еще и было так подписано, что я вообще не могла въехать, кто решил прислать мне книгу. Эту книгу прислала мне двоюродная сестра Томика. У нас очень хорошие отношения. Вот. Она знает, что я люблю готовить. Она следит за мной в инстаграме. И мы тоже, когда видимся, там часто обсуждаем что-то по кухне. Она увлекается декором интерьера. И я как-то кусочки снимала у нее дома. Вы также хвалили. Вам безумно понравилось. И она показала мне магазин экшен, в который мы с вами ездили. Я там совершала покупки. Короче, она подарила мне вот такую книгу. Это рецепты балерины Светланы Овсянкиной. И я открыла, полистала. Пока что ничего не готовила. Я думаю, что мы с вами попробуем что-то приготовить. И я скажу, насколько получается все. Но вот так глядя на рецепты, я приблизительно могу прикинуть и сказать, что нам нравится одно и то же. И есть просто какие-то вариации моих любимых блюд. И эта книга однозначно заслуживает вашего внимания. Но самый большой прикол в том, что Светлана, оказывается, так же давно смотрит мои влоги. Света, привет тебе огромный. И так же следит за мной в инстаграме. Она увидела, что у меня есть эта книга. И говорит, так приятно. И вообще у меня есть очень-очень много историй, связанных с моими зрителями. Каких-то забавных, интересных, может, немножко необычных. И я даже думала снять не отдельное видео, но, наверное, в части влога. И так как некоторые истории были такими иногда даже неловкими, но я не хотела бы никого высмеивать. Просто это очень необычно встречаться с вами в реальной жизни, как вам, так и мне. Поэтому, если никто не обидится, то я хотела бы рассказать вам, рассказать несколько, ну, наверное, в других влогах. Вот как вы думаете, не будет ли это некрасиво с моей стороны поделиться с вами какими-то, ну, основном веселыми историями. Не для того, чтобы кого-то выставить в некрасивом свете, а просто поделиться с вами, как вижу это я, и абсолютно не со зла. Если вам будет интересно, посчитайте, что это ок. Я сниму, потому что мне есть что рассказать. За 6 лет было много таких интересных случаев, о которых мы с Томиком даже часто вспоминаем, потому что вы встречаете меня часто всей семьей. не только у меня одно, а когда я там с Томиком и с детьми. Помните, я все переживала, что у других магнолия уже цветает, а у меня до сих пор не распустилась. Видимо, здесь меньше солнца, и поэтому она зацелает чуточку позже, но она очень красивая. Сейчас уже тоже цветение подходит к концу. Это довольно короткое удовольствие, но я просила Томиком купить мне магнолию, и мы посадили ее, по-моему, в прошлом году. А сейчас уже видно, насколько она подросла, и у некоторых во дворах прям такие огромные деревья. Видно, что им там по 10, возможно, даже 15 лет. Это моя огромная радость. Одно, кстати, из немногих растений, так же, как и вот эта магнолия, которую я просила купить. Я вообще не разбираюсь в растениях, я не знаю, что может расти на солнце, что там должно сидеть в тени, но мне так нравились вот эти сакуры. Это японская вишня, и она цветет чуточку дольше. Ну как, возможно, неделя-две это максимум, но все равно, каждый раз, когда она распускается где-то во второй половине апреля, это так радует глаз, и цветение, как видите, у нее очень такое пушистое. Она даже кажется какой-то такой мягенькой, и выходишь, и она прям центрально вот так находится во дворе, и каждое утро теперь радует глаз. Любовь моя. Это называется «Век живи, век учись». Я сегодня случайно заметила, что наше дерево, оказывается, тоже цветет. Издалека мне всегда казалось, что это молодые листики вот так распускаются, но нет, это цветы. А листья, листья они тоже есть, но вот видите, листочек, это все-таки нежно-нежно зеленые цветы. Многим из вас нравится наш мини-сад, но, как говорится, все наше. Когда в сторис показываю, столько комплиментов. Спасибо вам огромное, мы тоже радуемся всему, что у нас есть, и очень-очень благодарны за это. Это креатив Томаша. Издалека кажется, что на дереве выросли цветы. Это, видите, просто горшочек, который можно повесить, но у нас нет крючка, у нас нет какой-то стационарной террасы, на которую можно было бы прицепить, так что Томик повесил на дерево. И выглядит это, кстати, очень прикольно. Эти цветы в Польше называются Пеларгония. Я встречала их в разных расцветках, они всегда так тоже активно цветут, причем все лето, они не боятся солнца, и чаще всего здесь розовые, белые. Это у нас довольно редкая расцветка. Томик всю осень и всю зиму носился с такими цветами, которые я покупал в прошлом году, и хранил их в гараже, поливал, также было искусственное освещение. Не так просто было припарковаться, но все возможно. Оливковое дерево чувствует себя хорошо, лаванда не выдержала с прошлого года, пришлось купить новую. Еще дома, когда купил вот такую гортензию, олеандр и где-то пальма. Пальма в тяжеленном горшке тоже приходит в себя. И вот видно, что выпускают новый листочек, так что еще не все потеряно. Так, сегодня я сама себе готова выдать медаль за терпеливость и усидчивость. Во-первых, я нашла все подвески в доме, даже те, которые давным-давно считала потерянными. Я их распутала, а такое впечатление, что кто-то ночью приходит и специально их запутывает, чтобы проверить мои нервы на прочность. Согласны? Замечали такое? И вот сейчас я все развесила на такую вешалку, которую мне подарила моя подружка. Очень давно. И вы меня спрашиваете, как я храню свою бижутерию. Я в процессе организации, когда я все закончу, я вам покажу. Сейчас только частично что-то обсудим. Я считаю, что это просто гениальное изобретение человечества, потому что это нереально удобно. Это не занимает много места. У меня была такая стойка, как бы на которую можно было повесить много всяких украшений, но она регулярно переворачивалась. А тут, во-первых, они не путаются, что самое главное. Во-вторых, видите, по размеру не слишком много места будет занимать. И можно повесить даже в шкаф. Для мелкой бижутерии у меня есть вот такая коробочка. Она из мини-сок. Мне еще прилагалась крышка, но я ее не пользуюсь. И, кстати, эту коробку мне также подарила Настя. Видите, какая у меня классная подружка. Всегда знает, что такого подарить, что действительно пригодится, что облегчит мне жизнь. Она, скорее всего, подсмотрела, что у меня ничего такого нет. И действительно, классная штучка. Кстати, есть еще и бархатные, такие красивые органайзеры. Я думаю, что я себе их также приобрету. Сразу несколько, чтобы еще это все разделить. В общем, здесь находится бижутерия, которую я больше всего люблю. Вот эти серьги, причем мама заказывала их и ей прислали три сережки. Такой прикол. Вот эти из манго. Тоже сейчас продаются на Али, видела. Это колечко от мастерицы, тоже из Кракова. Две пары сережек из Али. Это, по-моему, какой-то драгоценный металл. Мама мне их подарила. Подарок от моей Анетки, один и второй. Это подвеска Эйзенберг с бриллиантами. Я ее не ношу, но она мне просто дорога, как память. Все-таки это связано с моей деятельностью на YouTube. Знаете ли, даже в обычной жизни не часто тебе кто-то близкий такое подарит. Поэтому храню, пусть даже не ношу, возможно, когда-то надену. Это колечко мне подарили родители, по-моему, на 16 лет. И тогда казалось, что такой минималистичный стиль, это нечто необычное, это что-то супер стильное. До сих пор оно мне очень нравится, но с кольцами я не дружу. Мне очень неудобно, а муж тоже не носит. Поэтому здесь лежат наши обручальные кольца, и я спокойно к этому отношусь. Для меня брак заключается в чем-то другом, нежели в кольцах. Это колечко супер нежное, очень такое нарядное, и мне его подарили родители на 18-летие. Я могу сказать, что это, наверное, самое дорогое, что у меня есть, и я однозначно никогда, никуда его не дену. Пусть даже это будет в 100 раз неактуально. Это чисто, вы знаете, такая какая-то эмоциональная память. Эти сережечки мне подарила моя ученица Оля, я вам о ней рассказывала. Девочка такая тоже иногда ношу, и до сих пор столько лет прошло. Сережки из парфуа. В парфуа очень классная бижутерия. Вот эти тоже оттуда же. Всегда покупаю на распродаже, и мне нравится, что золото у них такое, типа, состаренное. И у меня также нет реакции аллергии на их бижутерию. Класс, люблю. А здесь тоже из Алиэкспресс, по-моему, какие-то обычные сережечки из какого-то магазина, даже без понятия. С этими такая же ситуация. Вот эти из Резервт, и также с ракушками, по-моему, из H&M с прошлого года. Они до сих пор в очень хорошем состоянии. Не почернели, не потемнели, не потускнели. В этом году продолжу их носить. Игнат? Ну, я выгляжу, как беременна. Это все платье. Наклонилась. Будем стричь с челком. Сядь ровненько. Игнат, только мама так ничего не видит. Парикмахером не смотреть. Не бойся. Не бойся. В общем, я не знаю. Ужалуюся, правда. Нет, все нормально? Я посмотрела туториал на ютубе. А ну-ка, смотрите, ровно там или нет? Ровно? Как подлинненько. Скажи, мама, что ты убираешь? Подожди, Инаш, скажи, пожалуйста. Ну, мама смеется из себя с мамой. Потому что мама не знает, как подречь ребенка. У тебя волосы быстро растут. Ну что, неплохо? Смотрите-ка. Инаш, покажись, пожалуйста. Смотри. Сейчас подровняем, малюха. Смотрите, какая красота. Правильно? Обращайтесь, если вы. Мама Иван под горшок сделает. Что такое? Нужно за тобой следить? А ну-ка сюда. И еще. Сегодня после обеда мы поедем... Как это называется, Томак? Питомник. Питомник с собачками. Мы посмотрим... Томак, ты готов взять собаку? Да, конечно. Да? Наверное, мы возьмем собачку. Но дело в том, что у нас есть дети, и я очень боюсь брать собаку из Хрониско. Там, где вот брошенные собачки. И я боюсь, что это будет собачка с характером, с какой-то, возможно, травмой. И, не знаю, мы, наверное, подъедем и посмотрим, если есть маленькие, то рассмотрим и такой вариант. Если будут уже состоявшиеся личности с детьми, я очень сильно боюсь. Что бы ни говорили, что это там какой-то ласковый пес, что он хорошо лазит с детьми, я очень сильно переживаю по этому поводу. Если будут собачки чуть младше, не совсем такие маленькие щеночки, то мы рассмотрим и такой вариант. Томеку очень-очень понравилась одна порода. Мы сегодня поедем, посмотрим. Мальчишки очень настроены на то, чтобы все-таки взять щенка. Не знаю, я и хочу, и вот видите, в этом году мы все равно, скорее всего, никуда не поедем. Мне кажется, уже так надавила голову эта повязка за 6 часов, что уже в мозг не поступает кровь. Вот, так что пойду ее сниму. Полдня ходить ок, но потом нужно снять ее хоть на несколько минут. Короче, такие дела. Встретимся с вами чуть позже. А намалевалась я сегодня тенями из палетки, которую не слишком часто использовала. Мне кажется, что это не универсальные оттенки, они очень яркие. И все, кто говорят, что это замечательная база, я не совсем согласна. Но потом я отдала ее, и она снова ко мне пришла. Мне подарили ее iHerb. Сегодня я использовала вот этот цвет. Переходной взяла из другой, видите? Базового переходного здесь нет. На подвижном веке вот этот цвет. Немножечко этого на нижнем веке. Вот этот интересно смотрится, как оказалось. Я всегда его избегала, и для затемнения вот такой классический коричневый. Обожаю его, и по-моему, он периодически повторяется в разных палетках. Конечно же, к качеству не придраться, но для меня это сложные цвета по настроению. И также, что вообще нетипично, не характерно для меня, это карандаш на слизистые. Очень классные, мягкие и стойкие карандаши у Наташи. И у меня это с самого утра держится оттенок 02. В прошлых влогах я вам говорила, что у нас начала ломаться техника. Еще и протек котел, но мы вызвали специалиста, потому что это дело серьезное. И я как вспомню, как в прошлой квартире нам обошелся ремонт котла в 1000 долларов. Так что мы побыстричку вызвали специалиста в маске, в перчатках. А вот чайник я таки купила новый. Томак мне сказал, что как раз там какая-то акция была. Типа, не жадничай, купи, ты давно его хотела. Вот, и когда он ко мне приехал, если бы я не брала его в месте, где официально представлен СМЭК, я бы подумала, что это подделка, честное слово. Потому что он какой-то такой, вот знаете, пластиковый. Ну, ничего особенного, помимо дизайна. И я не могу сказать, что он какой-то тихий. Ну, вот просто, знаете, бывает что-то подороже, и ты трогаешь и ручки, вот все детали. А тут как-то так настолько все просто, что оно того не стоит. Вот, абсолютно честно вам говорю, у кого техника СМЭК. Напишите, пожалуйста, возможно, это только мои ощущения. Возможно, у меня были завышенные ожидания к СМЭКу. Потому что везде там на картинках видела, в инстаграме у всех техника СМЭК. Мне самой так хотелось, что вот как-то, не знаю, мои ожидания не столкнулись с суровой реальностью. И второй раз я бы его не приобрела только ради дизайна. Потому что вообще ничего особенного. Он, кстати, меньше, чем я его себе представляла. Очень компактный, стильный. Он нам хорошо подходит. И я им пользуюсь, но вот прям кайфа какого-то не получаю, когда беру его в руки. Может, чайник и не должен доставлять кайф. Но вот как-то, не знаю, бывают вещи, которые подороже. И ты вот прям ощущаешь это качество в каждой детали. Здесь этого эффекта нет, к сожалению. Так что, кто хотел узнать, что я думала? Вот такое мнение. Ну, чайник прикольный, красивый. И получите, распишитесь. Хотела, теперь он у меня есть. Лежит тебя. Слышь, как они ждут гостей. Мишутки. У thấy из нее тоже92 сетчатки. У меня очень особо много riesко Zionism. У меня все больше никогда дома. Бroveя сама, скак-но千lessly оба Verfügung. Этис twee часов. Вам�-я тоже понравилось всем миром Ну revolution, да, я даже не знаю. pioneered наيل leur,